Ну и что у вас там? Да все, слава Богу. Я вчера думал, соединюсь. Да только что с улицы пришел тут. Все, готовимся к лету. Сейчас надо закупить эти кухонные комбайны, как называют там, чтобы было все, 64. Нынче по разным домам в деревне, чтобы Роснадзор нас не задушил. Ну вот готовимся. А наши вчера ходили, тут православная выставка была, Соклина приехала. Ну и они там, конечно, арендовали, как называют, дворец спорта. И наши пошли, пошли туда и наткнулись на них, они им аппарат сломали, патриарши там кинулись. А сегодня мне уже новые купили, я их заставил сделать. Ну и сейчас вот они все рассказывают, как дело было и будут ролики стоять. Надежда Васильевна была там. Это они видеокамеру сломали? Да. Ну я говорю, если они видеокамеру сломали, это те самые, говорит, из Ефеса, дикие звери. Они часто исповедуются, часто причащаются. Они по-другому-то не знают. Еретики там крещат, а тут же архиерей, наш это, патриарший, митрополит. Он узнал и говорит, да вы что делаете на своих-то, зачем трогаете? Они Евангелие раздавали там. Евангелие целую привезли на машине и бесплатно раздавали. А что их сбесило это, не знаю, ну сатана. Там ничего больше нет. Евангелие раздавали, некогда не беседовать, ничего было. Народу много было. Ну вот, сейчас только ушли, записал, чтобы кривотолков не было. Помните, Игнатий Тихонович, говорят, что и будут убивать вас, и думать тем самым, что служат Богу, да? Я сразу скажу, у нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю вас. Ну, я вам, в общем-то, по главной своей новости звоню. Ну-ну. Как человеку, который во многом помог мне по пути, которому я выбрал идти дальше, вот сообщить, что я, в общем, в прошлое воскресенье, мы с супругой ходили в храм. А так как у нас собрания нигде не проводятся отдельно, пришлось в храме людям объявить, что мы отделяемся от православия. Что мы себя православными не считаем, и что считаем, что учения, которые в православии есть, больше заблуждений, чем в православии. Ну, разве что у католиков, может быть. Ну, вот и попрощались со всеми в храме. Вот. Правда, дали сказать, я думал, не дадут сказать, но Господь как-то так устроил, что все, что нужно было бы мне сказать, я сказал. Правда, уже когда на выходе там уходили священник, крикнул там, «Сектанты! Вон из храма!» Ну, да. Ну, и все. Вот таким образом мы расстались с этим положением, о котором вы все время тут рассказываете, и удивляетесь, что же творится с этим православием. Мы от него отделились, Игнат Сихович. И как же дальше спасаться будете? Никак будем спасаться, как и спасали всегда люди, которые господолюбили и шли за ним. Ну, вне церкви-то не было спасения никогда? Вне церкви нет, но мы в церкви. Ну, если в церкви, так ничего не меняется. Что он меняет? Не меняется в церкви, чтобы быть только. А если нет таинства, ничего нет в церкви, это самая обман. Перед концом мира это все и есть, все заполнило. Ну, здесь, знаете, Игнат Сихович, я же вас слушал, сколько слушал, вас и других людей. То понимание, которое вы исповедуете, оно многое по-другому воспринимается. И понятие о таинствах и о причастии, оно не такое, как вы считаете, что оно в этом заключается. А как вы понимаете, что можно без причастия спастись? Нет, конечно. Причастие – это основа христианской жизни. Конечно. Вот. Только не в формальном, вот, поедании, там, кусочка хлеба и глотка вина. А как понимать? Как понимать? Жизнь во имя. Во имя Господа в жизни. Ну, так это понимали, молока не были такие, духоборы. Они отвергли крещение, полностью отвергли. Я там с лаканами не знакомился. Да и я вообще много чего не знаю, Гнати Тихонович, в плане, там, разных динаминаций и так далее. Я понимаю, как мне Господь открывает, вот, понимание Писания. Я так по нему и иду. И как раз я думаю, что главное заблуждение – это вот люди, которые считают, что какая-то религия, она как раз правильная. И причем каждый тянет на себя, православные на себя, католики на себя, протестанты на себя. А Господь каждому открывается по-своему. Какое ваше сердце, такого вы и Бога, и такую религию вы ищете. Поэтому я считаю, что самое важное – это у человека искреннее стремление идти за Господом, за Словом Его. А как он понимает, так или иначе, это уже вопрос веры. И никак не каких-то там учителей, которые точно правильные. Как помните, вы же говорите, что вот у нас учителя, у диктантов нет. С одной стороны, как будто правильно. Но только если вы верите именно, что вам дали то, что изначально было. Что никто не сказал, ничего не подтасовывал и не подводил под государственную церковную религию. Вот, если так веровать, то тогда надо рассуждать, как вы. Я так не верую. Поэтому оспорить на этой почве, как бы вообще бессмысленно. Это совсем разный взгляд на то, как человек воспринимает этот мир. Вот один говорит, а я верю все равно, что донесли точно как было. А я не верю. Потому что я не вижу, что Евангелие, как я его понимаю, как его православные так называемые святые отцы донесли до нас, оно во многом совпадает. Но не во всем. Поэтому я должен лично сам выбирать, каким путем идти, где правда, где неправда. И это уже мне никто не может диктовать. Иначе моя вера начинает подвергаться правке под тех, кто на себя такую власть взяли. Не от Бога они ее получили. Потому что рукоположения, бредовья идей нет, я считаю. Потому что, получается, кто-то Господа, Духа Святого захватил, и его управляет. Кого нахочу, на кого возложу, вот и начинает действовать. И понимаете, мы за ним, с православной, как стадо, управляемое замечательно, идет за вот этим рукоположением, забывая, что Бог, Он не управляется никем. А они говорят, ну вот, на кого хотим, на кого возложим. То есть, ни Духа Святого, ни даров на этом человеке, в помине никто не видел. Пришел в училище, ну, у него и разложили руки. Вот он и все, человек управляет православами. Поэтому, по этим всем вещам, я и определяю для себя, что я вне этой системы, которая вот называется самой праведной. Но и не вижу проблемы, потому что люди как хотят, так и верят. Кто во что гораст, кто что нравится. Вот вы помните, вы же уверовали там у пятидесятников или у бахтистов. Но вам оказалась ближе идея, что вот есть кто-то, кто несет, именно человек причем несет, вот какие-то нескаженные учения есть, которые вот вам Бог как будто бы не открывает и никому не открывает. Он открывал только святым отцам учения. А нам никому не может ничего открыть. И поэтому мы должны зацепиться за каких-то отцов там, которые там в церкви считаются отцами. И за ними идти. А я верю так, что мы должны брать от всех, кто там был до нас. Как вы, в принципе, и сами так делали. Вы берете из канонов то, что вам считаете по Евангелию, и не берете, несмотря на то, что для вас авторитет православия, который выражается в том числе и в соборах, и канонических канонах, которые принимались на этих соборах, вы берете и отвергаете какие-то вещи, которые вне Евангелия. Как же так, если вдруг соборы, они не имеют, не могут что-то неправильно принимать. И если даже их не исполняли, ну, ведь они приняли там какие-то правила, а их не исполняют. Значит, тогда что-то проблема. То есть, если кто-то может неправильное хоть одно внести в истинную церковь, то тогда там все надо подвергать исследованию. Поэтому я по этому пути как раз и иду. Принимаю все, что я понимаю по Евангелию так, и отказываюсь, и не иду на компромиссы по тем вопросам, которые я понимаю, неевангельские. А говорят, а ты, может, заблуждаешься? Может быть. Но придет время, если я искренний человек, то Господь мне откроет, поправит меня. И я изменю направление туда, куда мне Господь покажет. Поэтому такой путь я себе избрал. В принципе, супруга со мной единодушна в этом плане. И еще два человека есть, которые тоже перестали сейчас входить в наш приход. Мы решили, что пока будем собираться четвером, изучать Писание, молиться Господу, а там Господь, надеемся, управит нашу жизнь, как Ему угодно. Кстати, а там до этого, пока я тут, ну, еще не пришел к этому решению, да, вот, разорвать окончательность православия, это еще, наверное, в начале Великого этого поста архиерей приезжал к нам служить. Вот. А помните же, вы меня просили, спросите о том, молится он или нет, но я к нему не хотел идти лично, потому что, ну, не было, как бы, чувствую, как бы, Господь не пускает меня туда. Вот. А здесь настал момент как раз, а я уже сам не причащался, потому что я уже и священникам в свое время чуть раньше объявлял, что вы не являетесь теми священниками, которыми, вот, по сути, о которых говорит православие, да, точнее, о которых Писание говорит. Вы, да, вы служители, вы кто угодно, но на вас нет того таинственного, якобы через вас что действует, только причастие, крещение и так далее. Вот. И они знали о моей позиции. Естественно, я думаю, они доносили в доме архиерея эту информацию. Вот. И поэтому он так на меня косился, намолчал, а тут мало того еще где-то за месяц, может быть, чуть больше до этого, священник один, с которым мы поддерживали отношения еще, который был сослан в деревню тут, ну, он отличается от основной массы вот этих священников. вот, и видя, что он не такой, как все, его сослали туда. Ну, и вот, вот мы с ним общаемся, и он мне говорит, архиерея его приглашал. И говорит, вот, ты знаешь, мол, ты общаешься с Андреусенко, то он говорит, да, общаюсь. Вот. А ты знаешь, говорит, вообще, как он заработал деньги? А ты вообще, говорит, знаешь, как он живет? Вот, я говорю, слушай, интересно. И ты у него не спросил, ты же должен был у него спросить. Да как? Это что, бандит, наверное, какой-нибудь? Вот. Он говорит, да нет, я не спросил. Ну, и я ему сказал, ну, ничего, общаюсь там. Я говорю, слушай, ну, коль ты ему не задал вопрос, а это серьезное обвинение, ну, то, что ладно, там, как я зарабатывал деньги, это еще как-то можно тут было бы сказать, ну, никто нечист там, вот, хотя я за собой ни преступлений никаких не имею, чтобы там, о том, как он это преподинал, знаешь, как он заработал? тут ясно дело, что, как минимум, душа-то одна погибла, наверное, от моих рук. Но это бы еще ладно. Он говорит, а ты знаешь, как он сейчас живет? Это вот, это уже серьезное обвинение. То есть, если епископ, обвиняет христианина в каких-то грехах, то есть, он что-то за мной знает, но он не называет ничего, вот, и не предъявляет обвинения, вообще странно, как это православный епископ, и вдруг прихожанин у его епархии, зная о том, что он какое-то активное участие в жизни принимает, и не обличить его, а как-то через сплетни какие-то он передает, говорит это священнику, я говорю ему, этому священнику, слушай, ты мне разрешишь, если я, при вот удобном случае, епископу задам этот вопрос, что он имеет против меня, что он знает такое, чтобы можно было бы мне предъявить, как христианину. Ну, он так задался, ну, ладно, давай, вот это, спрашивай, пусть задай ему вопрос. Ну, то есть, это человек, значит, ну, мало ли как человек, я думаю, может быть, придумал что-нибудь, нет, он говорит, спрашивай, и вот как раз, он, когда приехал, епископ, к нам, на, вот, по-моему, читать о этого, канон Андрея Критского, он, значит, он прочитал эти каноны, ну, а служба-то дальше должна продолжаться, ну, он, естественно, до конца-то же не остается, какое-то слово сказал, вот, а я стою у двери, у притвора, прямо на выходе, вот, и он, когда мимо проходил, я сразу за ним вышел из храма, и я кликнул его, поздоровался с ним, и, говорю, можно, сказать, я вам задам два вопроса, какие два вопроса, спрашивай, я говорю, ну, у меня два вопроса, первый, я от Игнатия Тихоновича вам вопрос задам, молитесь ли вы за него, вот, так как договаривались, ну, мы же договаривались, я говорю, ну, понятно, что договаривались, все-таки, мне надо знать, вы молитесь, нет, мало ли, вы как-то высказывались там, по-разному, после этого события, мы уже договорились, то есть, значит, отвечает, что молится, слава тебе, господи, ну, вот, да, и дальше, не дожидаясь даже, это Деодор, Деодором звать его, Деодор, да, 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 я молюсь каждый день за него, каждый день, вот, и не дожидаясь ответа от меня, садится сразу в машину, я к нему наклоняюсь в машину, а там на стоятии стоят сторонки, и спрашиваю, Владыка, мне священник, из нашей епархии, сообщил, что вы мне, знаете, обо мне что-то такое, что, в общем-то, как-то меня заставило к вам обратиться, в какое священник, я говорю, ну, вот, Алексей, называю его имя, говорю, с какого прихода, и говорю, вы меня обвиняете, что, я, видимо, что-то совершил, видимо, как минимум, она убила кого-то, ну, и, видимо, знаете, что-то такое обо мне, что, как бы, а как я сейчас живу, как вы сказали, и я его спрашиваю сначала, я говорю, вы говорили так или нет, то есть, я ему ни обвинения предъявляю, я говорю, вы так говорили, он, вы слишком много на себя берете, вы, как бы, думаете, что я там о вас думаю, и пошел он у меня, начал давить, давить там, да вы тут бороду отрастили, и думаете, ну, и вот цепляться начал за разные вещи, ну, вот, я же говорю, нет, вы мне ответьте, я ничего не думаю, ничего просто, так не делаю, а задаю вам конкретный вопрос, ибо есть серьезное обвинение, которое я вам должен предъявить сейчас, потому что вы уже все это говорили, тогда должны ответить за эти слова, и он, а-а-а, да я тебе, да, выскочил из машины, да как его зовут, он меня забыл, как зовут, как предстоятель, а я ему подсказываю, меня, Александр зовут, Андреусенко моя фамилия, да я его сейчас отлучу, вот, да я при всей церкви его, да такой секори, и он побежал в храм, я за ним, думаю, меня отлучать сейчас будут, надо присутствовать, и я, он заскочил в храм, я за ним, и он буквально, притвор только прошел, разворачивается, и я тут захожу, и он кричит, ваш, Александр Анатольевич, или более, Александр Андреусенко, или не помню, как он там сказал, этот бесстыжий, бессовестный человек, я его отлучаю от причастия, вот, и пошел, я говорю, Владыка, вы объясните людям причину, чтобы люди-то знали, за что вы меня отлучаете, там, а-а-а, именно меня на вылет, и, в общем, вот так вот он меня там отлучил, в то время от причастия, хотя я уже сам не причащался, в тот момент, именно по соображениям тем, что я, по вере моей, так скажем, ну и все, а, отлучаю его до конца, до Пасхи, ну и все, и разошелся, ну, народ постолбенел, ну, никто ничего не спросил, ну и вот, в общем, вот так вот эта история закончилась, а я думаю, но я уже в то время, в принципе, для себя принял решение, что я отделяюсь от этой системы, она как бы, ничего там христианского в ней, я не вижу, чтобы, ну там помимо того, что, ну по учению, я считаю, что по-другому там веровать надо, ну, и даже а то, ну, смотрю, вот эти вот архиереи, они безумствуют, а народу все равно, представляете, отлучают человека, может быть, за дело, причем отлучают, он же не просто так, он бы сказал, что бесстыжий, бессовестный человек, ну, хоть кто-нибудь бы поинтересовался потом, я ходил специально в храм, думаю, буду до конца поста ходить, я, не из-за того, что мне, как бы, в православии, что-то там надо осталось, там, буду ходить, для того, чтобы, может, хоть кто-то люди, поинтересуются, что же случилось, на самом деле, брат, а может быть, ты погибаешь, дай-ка хоть это, может быть, тебе побочь как-то надо, с верой, что-нибудь, ты, бесстыжий такой, тем более стал, ну, народ, подошли, буквально, там, нам два человека, поинтересоваться, а что такое, там, один из этих, подошел, из бывших заключенных, он у нас ходит, ну, такой, запевает периодически, и ко мне подошел, говорит, слушай, Александр, вот, я, не знаю, что, но ты молодец, вот, если, вот, ты, наверное, был, в нашей среде, в уголовной, ты, говорит, наверное, авторитетом был, да, комплимент такой, выдал, ну, вот, он был, потом, еще, там, один-два человека, поинтересовались, а остальные, никто не подходит, ничего не спрашивают, между собой шушукаются, вот, и, по, а потом, сейчас, вот, когда уже я распрощался, вот, после этой службы, ко мне люди, я им, когда в церкви говорил, а следующая служба уже должна была начаться, девятичасовая, и тут, по сути, я в перерыве, как бы, вклинился туда, и я людям сказал, если у вас ко мне кто-то что-то имеет на меня, там, или есть вопросы, которые хотели бы мне задать, я сейчас из храма выйду, вы подойдите, кому нужно, или мне предъявите что-то, или можете вопросы задать, если кого-то интересует, ну, вот, человек семь-восемь ко мне подходили потом, и разговаривали, спрашивали, и когда я им говорю, вы слушайте, вот, интересная ситуация, что, вот, показатель живости православия, смотрите, с человеком происходят какие-то события, а никто не подходит, мне, в принципе, нужды нет, я чувствую себя замечательно, я чувствую благословение от Господа, у меня, вот, после, как я только отрезал вот эти куски, у меня легкость такая на сердце была, я чувствую себя замечательно, я даже думал, может быть, я с вами поделюсь, что, смотрите, есть путь совсем другой, вот в этом болоте, в котором вы находитесь, вы пропадете, думал я им сказать, кто еще подойдет, а вы никто не подходите, вам даже не интересно, что происходит, а там одна девушка говорит, нет, я думал, ну, как-то неудобно, но мы подходили к настоятелю, говорит, мы сразу настоятелю спрашивали, почему к настоятелю? События со мной происходят, вы подходите к настоятелю, который ставленник епископа, который боится епископа, который не может говорить против епископа. И вы подходите, у него спрашиваете, а я живой участник событий. Вы подошли, спросили, что произошло, ты что там творишь? И вот они сплетнями, какими-то живут, спрашивают у кого-то, питаются этим. И вот такая атмосфера, вот оно православие, Гнатий Тихонович. Но это уже и проявление, я все-таки думаю, знаете, конечно, много что в православии есть правильного. Никто не отрицает святых отцов, которые учили очень многому правильного. Мы должны оттуда брать. Но надо отсеивать. Ну а людям, по сути, я вот сейчас, когда анализирую все происшедшее в моей жизни, я все-таки в православии 14 лет был, в таком, ну уже более-менее живом, когда я сознательно входил в эту жизнь. И читал, и слушал, и сколько там только я не познавал этого учения. Там очень много правильного. Оно, в принципе, во многом мне дало движение в правильном направлении. Вот. Но само оно мертвое. Потому что оно, как человеку верует в любом месте. Вот вы, наверное, видите, у баптистов или у пятидесятников. То есть место, где Господь касается человека, оно не имеет значения. Оно может и православие коснуться, и где угодно. Главное, я думаю, что чего человек, сердце человека ищет. Куда он идет. Что у него за целости какие. А там человек дальше, он или выводит в то место, куда ему нужно, либо заводит в дебри. Как мне говорит один священник как раз, он говорит, а если ты заблуждаешься. Когда я увижу, что я заблуждаюсь, я покаюсь в этом. И изменю, я не боюсь менять направление жизни моей. Потому что я не своего ищу, а ищу Божьего. Поэтому если я куда-то не туда попаду, я увижу, я развернусь и не боюсь на 180 градусов. А вот беда тех людей, которые идут за системой и верят многие этому. Потому что две тысячи лет, они говорят, ты самый умный что ли? А святые отцы, а церковь? Да, да. Ведь смотрите, когда Господь пришел, не так ли рассуждали иудеи? Не так ли они говорят, у нас церковь? Они говорили, мы имеем веру. А вы кто такие сектанты пришли? Вот люди забывают эту историю. И они почему-то совсем два-три от всего этого смотрят на историю. Поэтому выбор, который я сделал, супруга моя, слава Господу. Мы сознательно его сделали. Пойдем по нему. И благодаря всех, кто нам встретился на этом пути. В том числе и вас, Игнат Стихович. Ну вот такая история. Вот вкратце. Вот я вам по этому поводу и звоню. Если бы у меня была возможность, я бы Эдиодора спросил, почему он вам не ответил. Это обвинение было. Писание говорит, расспроси брата, говорил ли он это. Если говорил, скажи ему, что впредь не говорил. Библия нам так указывает. А тут он решил вас этого. И теперь, если вы его обидели, выговори ему, говорит. То есть, если покаяться, приобрел брата. А здесь как, перед всем собранием надо. Я вот избрал такой путь. Я пошел там. А дальше уже будет видно. Конечно. А вы помните, Гнат Стихович, это уже не первый раз происходит. Он же отлучает меня уже не первый раз. И никогда он народу ничего не объясняет. Но этот принцип такой, вы же сами помните, сколько об этом говорили. Куда бы вы ни писали, какие бы вы обличения ни делали, вам никто никогда не ответил. Потому что, если вы обличаете, а человек в истине пребывает, он обязан вам ответить. Он не может молчать. Но только лжецы, скрывающие что-то, они под разными предлогами молчат. Так, вот вы сказали слово «система». А откуда вы взяли это слово «система»? Вы его повторили не один раз. «Система», «система». Из тех, которые есть разные выгоды, динаминации, нет этих слов. Динаминация, конфессия, это два слова, которыми прикрыли слово «ересь». Это сатана придумал. И нет этих слов нигде. А почему? А какой ты конфессии? Христос создал церковь, и дальше появляется ересь. Поэтому вне церкви только ересь. Поэтому тут толковать еще не надо. Деяние апостолов, восьмая глава об этом говорит. И поэтому, вот мы сейчас сказали, «система». Я спорить не буду насчет церкви. Это вопрос. Если бы я не знал, как вы рассуждаете, не знал бы вашу аргументацию, я бы сейчас с вами попытался как-то поговорить на эту тему. Но я не буду об этом говорить. Потому что все, кто желают, они найдут понимание, что такое церковь, связана ли она как-то с этой церковью, в которой православие называется, или католицизм, или баптизм даже. Поэтому то, о чем говорит Евангелие, это не относится к какой-то структуре, в которой есть православие или что-то угодно другое. Я верую, что церковь – это тело Христово, и церковь истинная, да. А это собрания разные. Они есть собрания. Поэтому я как бы в спору с вами вступать не буду в этом плане. Потому что это вопросы веры и понимания. И они причем, они не зависят, тут можно доказывать. Вы же сколько, смотрите, вы из раза в раз одно и то же повторяете. Люди это слышат. И кто-то в этом стоит и не меняется. А кто-то слушает и делает наоборот. Почему так происходит, казалось бы? Неужели я не знаю, что есть авторитет предшественников, а я чту, я уважаю старших. Я чту учителей, которые были в моей жизни. Тем более, вы видите, я же, по сути, вас благодарю, хотя за вами не иду по вашему учению. Так как вы понимаете христианство, как Евангелие вы понимаете. Но я вам благодарен. Точно так же и все остальные, кто были до нас, до меня, я точно так же чту и должное им воздаю за то, что доброе, что я от них принял. А уже вот эти споры, они бессмысленны. Они, вот люди, вы заметьте, кстати, у вас вот те люди, которые вокруг вас собраны, они идут не за Христом в основном, они идут за вами. Вы лидеры. Эти люди, они, у них такое ощущение, как будто у них есть пределы их честности. Вот там, где замыкается на Игнатия Тихоновича, у них тупик. Они не могут дальше двигаться. Потому что если Игнатий Тихонович так сказал, то все, для них это предел. И правильно, они через вас уверовали. Видите, они получили столько добра от вас, но они забыли, что они получили от Господа это через вас. Тогда надо где, им что-то говорит совесть, что надо дальше идти. Они не могут, они, вы знаете, Тихоновича упираются. И поэтому все места Писания, вы их сто раз повторяете. Кто-то вам другие будет места повторять. Но выбор пути свой человек делает не от слов, которые он слышит, а именно какое у него сердце. Способен он идти на компромисс? Или он не будет идти на компромисс? Вот в этом уровне. А слова Писания это очень замечательно. Их кто-то услышит, а выводы совсем разные делают. Вот ведь как Игнатий Тихонович. Вы сейчас способны выслушать? Да, конечно. Так вот слово «система», повторяемое сейчас-то, это в ереси. В церкви его нет этого слова. Так называемый «свидетели Югова». У них все, везде система, система. Поэтому, когда я встречаюсь с человеком где-то в пути, я не спрашиваю, какой он веры. Начинаю беседовать, и определенное, как касаемся чуть-чуть тем, я уже вижу, что это не православный. Дальше я вижу, какой из этих примерно ересей, большой и малой. Вот сейчас выбирайте. Я думаю, сердце изберет, а разве вы не считали, что сердце – это глубокая пропасть? И кто выщерпает воду? Это самый несчастный человек, который идет за сердцем, которое крайне испорчено. И вы можете похвалиться тем, что сердце очищено, и понимаете лучше, чем понимал, это я назову прямо, младенец, ребенок, которого на руках держал Христос. Его биография известна. День памяти, Игнатий Богоносец, первый епископ Антиохии, брошенный зверям. Из двери его растерзали, львы. От него осталось шесть посланий. Он что, систему какую-то знал? Ничего еще не было. Еще далеко, далеко до Константина. Вы лучше его понимаете. А у него ученик кто? Иринея Леонский. Тоже мученик. А они что, в системе были? Это вы берете на себя, вот это, допустим, вы сейчас один, я и жена пошла, и тоже радостно жена пошла. А это идут люди ни один, ни два. 475 тысяч только казненных. И там ни одного не было еретика. Это были люди все сугубо православной веры. Ни одного не было, который бы причащался, у кого попало. А именно у тех, которые имеют рукоположение. Я говорю, первые два века. Так как вы понимаете сейчас, ни один не понимал, вообще ни один. Но если Христа там не было, они не понимали, как вы, то это был не Христос, а обманщик. Мы должны дальше. Говорят, сей я с вами во все дни. Понедельник, вторник, среда, первый год, второй. Во все дни. А тут проходит первый век, второй, третий, четвертый, двадцатый. И никто так не понимал сердца. Нет, вера не от сердца, а от слышания. Это 10 глава, 17 стих, послание к Римамам. Слышание от чего? От сердца, что слышит? Нет, от Слова Божия. И думать, что вам открыто больше, чем это открыто Василию Великому, Григорию Богослову, это уже четвертый век. Но я-то беру более ранний. Самый богатый век был, это святыми отцами, четвертый век. И думать, я как мне откроется, все не ладно будет. Откуда вы знаете, когда вы умрете? Первое. И умереть вне церкви, это никогда не увидит Царствие Божие. Он придет за невестой, за церковью. Вот возьмите, вне церкви нет спасения, Иларион Троицкий. Он мученик. Сколько он притепел в ГУЛАГе, в лагерях. Это секретарь, секретарь патриарха Тихона. Эту книгу вы можете в интернете зарядить и посмотреть. Вне церкви нет спасения. Я говорил, что такое церковь. Если нет рукоположения, это просто собрались люди. Никакого отношения это не имеет к церкви. Им нравится так быть. Люди по интересам сходятся там. В Англии там есть специально по диете. И они туда не принимают на кухне работать женщин. Причина какая? Они не умеют правильно готовить. И все это объяснить можно. Гитлер все объяснил. Арийская ара, раса, и что пошел, и во что обошлось. Большего восторга в жизни принимать, чем Гитлер, не было на земле человека. Не было ни Христа, никого. Посмотрите, как все кричат. Их уже судят. Уже война, полный разгром. Они все ему верят. Я в Гитлер-Юген была. Он сумел доказать. Из разрухи поднял человека. Все подвел точно как надо. Но мы знаем, кто это. Это был гений, которых больше, видимо, не будет. Только антихрист придет. Но при одном условии, что нет Бога. А если Бог есть, это был сатана в образе человека. Дьявол. А что, Ленин дурак был разве? Как сумел обольстить всех? И с ним пришло 138 в пломбирном вагоне, 132 еврея. Кто революции делал? А Писание говорит, не проклинай семья Авраама. Зная все, что они ограбили Россию, ваше-то богатство в сравнении с обрамовищем, это оно не так уж и большое покажется. Но где они? Идут ли они за Христом? Феофан затворник говорит, Господь нигде не призывал подействовать по сердцу, по разуму. Нет. Бог указал путь Духом Святым. А если там не Дух Святой, то его нигде и не было. Все понимали одинаково. Я беру первые четыре века. В 1054 православие католициям только разделится. И брать на себя это, вы за жену еще отвечать будете перед Богом, что она пошла за вами. Вне церкви нет спасения, а это не церковь. Она не церковь. Допустим, собрались в 1609 год, первые пять баптистов. Джон Смит залез в воду и сам себя крестил. Само основание-то какое? Разве это по Библии? Этого нигде нету в Писании? Дальше он провозглашает. А на баптизм вам не надо искать, это уже есть. А в Литеране ни икон нету, одна любовь. Чем кончилось? Фома Мюнсер. Резать головы. Хуже мусульман. Начинают все одинаково. И Гитлер хорошо начал. Какой он был добрый, какой он милостивый. Чем кончил? Все истребляется, что не по нему. 6 миллионов евреев. Холокост. Это показали когда-то, когда судят этот нюбинский процесс, сейчас один документальный, из документального, съемка, которая шла, показывает, даже Герин голову опустил. Доказать еще нельзя. Гот Метунс. Это Гот Метунс. Я беседовал с людьми из Германии западной. Вы, говорит, думаете, это что? Какой бог? Я говорю, бог? Да нет же, это Гитлер. Хайль Гитлер. Можно было сказать, Хайль Зиг. Победа какая на его стороне. Хайль Зиг. Да здравствует победа. Чем кончилось? А сколько их было? Где Арий? А где иконоборцы? Иконы не надо. Не надо никакой системы. Чем кончили? И теперь, если все понимают так, теперь иконы вам не нужны, причастия не нужно. Ну, к примеру, сказать, раз вышли из церкви, у вас уже ничего этого нету. Но такие баптисты-то вам не надо еще искать дома и исследовать. Уже исследовано. Там такие проповедники, как Ял Николаевич Пести, Пашков. Там много было хороших людей. Я труды их пересчитал. Разговаривая с их руководителями в Москве, они даже эти книги не считали, не видели. Я занимался день и ночь всеми сектами, какие были известны. Кришнаистам, бубдистам, мусульманцам. Один том только у меня написан. Об евреях три тома. За 3600 это сказали. И скажу, ничего, чище, святее православия нет. Нет. И быть не может. Это откровение как бы в конечной инстанции. Люди пришли через меня. А они дальше тупик. Какой тупик? У кого вы видели тупик? Тупик в чем? Каждый развивается. Идет, свидетельствует. Приходят через него люди. Вот пришел через меня отец Геннадий Пас. Менонит. Вы знаете, зарядите, увидите, как. В моем доме немец. Стал православным батюшком. Батюшкой. Что? На этом остановился? Нет. Возьмите толкование. Пишет на песню песней. Он собрал все, что было сказано за 2000 лет. И по пунктам. А та книга, там кажется, 840 страниц. А та книга столетия. Он на месте не стоит. И кого я знаю, ни один не стоит на месте. Какой тупик? Это меня уязвить этим? Никак. Как тупик? Вчера они это не делали, сегодня пошли. Разве мы показываем пример плохой, если мы от Владивостока до Лиссабона прошли и только жертвовали. И сейчас вот я каждый день почти получаю. Новые-новые люди приходят. Через ваш вот этот интернет. Я теперь встал от сектантов, ушел, от протестантов. Ну каждый день мне свидетельство. Вы мой духовный отец. Я ничего не знаю. Я просто живу. Живу радостной жизнью во Христе. Вот я говорю, со мной рядом Игнатий Богоносец, Василий Великий, Иоанн Златоуус, Серафим Саровский. Я в церкви. Вы никто. Вы один. Вы должны сказать, это был не Христос. Вы должны идти до конечной точки. Если это Христос, то вы ни одного не назовете в первом веке такого. Ну были Александры, но чтобы так понимать, мне не надо ничего. Я с женой отошел. Я иду на вокзале. И один сидит человек, загорюнился. Я, гляжу, знакомый. Поздоровался. Он пятидесятник. Но он, дойдя, был баптистом, православным, баптистом, адвентистом. И перешел в пятидесятнике. И там у него разлад пошел. Там видение. Он у других видениями. Они видениями руководятся. Я говорю, и кто за вами пошел? Да никто. Одна жена. Тоже одна жена. Я говорю, и что? Почему вы пошли? А я молился, и мне вдруг показано было, что перед вечерей Господней, они причастием не называют, нужно мыть ноги. Ну приди с тазиком, да помой. Нет, даже все мыть. Ну, Христос умыл ноги мужчинам. Баптисты не моют. Пятидесятники не моют. А он увидел, надо мыть. Вот у мусульман моют. Пойди к мусульманам. Там больше порядка. Но пойти к мусульманам и не иметь возможности сказать, Христос воскрес, одно это чего стоит. И поэтому я лично о вас хочу сказать. Я вам благодарен, не знаю как. Как бы ни вы, многого я бы не сделал. Ваша щедрость перед Богом. Вы в моей молитве постоянно. Но что интересно, моя душа не болит за вас. Я просто молюсь радостно, как будто бы ничего нет. Думаю, подурит, мужик довернется. Вот такая как бы мысль. Вот. То есть я нисколько, ну нет беспокойства. Я на молитве проверяю себя. Вот у меня лекарство. Не менее семи раз в день, только не считая ночные молитвы. Александр? Это ответ Игорь Тихонович. Как раз говорю, я и вам говорю, у вас легко на сердце, у меня легко на сердце. Вот, легко на сердце. Но уж Светлану вашу потянута, я не скрою, просто она мне очень по душе пришлась. И она говорила, я вас слышать не могла, а потом постепенно пришла к этому. Она открытая такая. Я говорю, какую ты жену-то себе нашел, подстать себе. Эта дурь из тебя может вывериться вся. И ты поймешь, большего полигона для труда нет. Я работаю на корабле, церковь, корабль. Я вижу пираты, говорю, захватили корабль. Но у меня один пират покаялся, второй капитан покаялся. Вот как я в тюрьме был, мне говорят, вчера семь человек становились, молились ночью. Ни один священник сказать этого не может. Меня Бог чудно провел. Начальник тюрьмы умил по-христиански. Следователь обратился, принял крещение. Я в КГБ все время допрашивают, а потом я спрашивал. Вас вербовали, всех вербовали. А Глеба Якунина и Солженицына мне ни разу не сказали. Почему? Первый допрос я начинаю его обращать. Они понимали, это мертвая зона для них. Так мало того, после домой приезжали. И как они за меня заступались потом. Как вели. Как бы ни они, я может быть и не вернулся бы. Поставили особую какую-то там линию или что, чтобы меня нигде не трогали. И когда, которым я допрашивал полковник, он говорит, я на пенсии был. Николин Юрий Михайлович, я пришел, узнал, вас арестовали уже в 86-м году. А он в 80-м курировал. Я сказал, что вы делаете, кого вы берете. Сколько он для государства добра сделал. Сколько людей, которые подпольные были, паспортов не имели, вышли. Одновременно у меня 32 человека пришло, не считая через них в тайге. Игнатий Тихонович, согласитесь, и у вас у нас дураков хватает. Это говорит человек, заслуженный у них там по-своему. Это просто мне на глазах. Так вот, о вас хочу сказать, что сердце мое, когда мне стали говорить о вас, я говорю, я на молитве проверяю себя, я не по слуху действую. Не, не по слуху совершенно. Я молюсь, стал, говорю, у меня душа не болит о нем. Почему? Я молюсь и спокойно. То есть, ну, подурит мужик маленько-то, покрутится. Ему Бог тогда в темешке-то поднимет туда и положит. Вне церкви нет спасения. Никакие умные люди вам не дадут причастие, а без него нет жизни. Ты только думать будешь. Ну, кто не причащается, тот не имеет в себе жизни. Так понимали все. И Серафим Саровский, и Иоанн Кронштадтский. Я назову самых великих. Ну, для меня ближе всех Феофан Затворник. Ну, а если ближе всех, это, конечно, пророк Иеремия, Михей, Иоанн Златоуст. Вот я тройку выделяю и проверяю себя все время. У баптистов я не уверовал. Я с детства верующий был. У меня не было Евангелия. По Евангелию я Христа признал. Мне не наказывали, не говорили. Они положили передо мной Новый Завет в комнате и пошли обедать. И когда они пришли оттуда, у меня душа рвется помолиться. Я понял, я нашел. Я выписывал по одной строчке, где-то в армии, там, атеистические брошюрки. Я все нашел. Я не... Никакие баптисты меня не обращали. Я ни одного дня не был баптистом. И при них тут же я стал каланиться, а не пятидесятники. Они говорят, услышали ветер от меня. Я кланяюсь. Подумали, что как в день пятидесятницы-то. Вот как. Теперь я о них стал заботиться и молюсь, Михаила Иоанна, которые над моей душой трудились. У меня совершенно необычный путь был. И Бог так провел. Я благодарю Бога. Но с вами встречи, я считаю, это промыслительное. Что бы я ни делал, счастливая деревня. Вот мы еще боролись с прудами, там, делали дорогу. Вы передо мной. Я говорил вам. Вашим именем даже дорогу хотел назвать. Вы для меня тем, о котором мое ходатайство перед моим Богом. Все время. Каждый день. Вы просто как бы рядом со мной находитесь. Ну, а я говорю о вас, это означает и о фатине. Одинаково. И о детях ваших, и кто к вам близок. Ваша щедрость. Ваше братолюбие. Мягкость вот эта. У вас это все на лице написано. И архиерей теряет такого человека. Как же это можно так? Я это слушаю, чтобы только не заплакать. Не о вас, а об архиереи. Я о нем молюсь. И не случайно, видимо, что так Бог положил. Я все время Деодора поминаю. Что сказать? Материалы есть. Книги есть. Мой сайт у вас есть. Смотрите. Так скажите. Я так понимаю. Но только помните. Так понимать. Не понимал ни два, ни три, ни одного. История не знает ни одного имени. А может были. А может и были. Но только вне церкви они ушли. Я на днях с одними. Они как бы полукровки. И жмутся к Израилю, к евреям. Их как вот какая-то сила несет. А я понимаю, перед пришествием Антихристова такая смута должна быть. Ну, перед бурей ветер сначала дует. Главное впереди. Я не один. Со мной за столом я еще говорю. Кого бы не перечислили. Все здесь. Потому я понимаю так. И Бог дав нам тут такого митрополита сейчас. Вот вчера у нас это было такое. С ребятами там аппарат поломали. Это сегодня мне новый. Купили я. Принудил их. А этот ремонтируйте. И он там был, оказывается, митрополит. Он сразу вышел и сразу их приструнил. Вы что делаете? На отдельных людей смотреть не надо. Вы найдете таких везде. Где бы ни были. Вот монах на острове подвязается. Там 13 человек. Шесть против. Шесть против. Семь за. Ему это не понравилось. Ну, раз против, значит, он в них сразу находит. Почему они такие? Там Деодоров хватало. Он переплыл на другой остров. Оказалось, 13 монахов. Но теперь семь были против. А шесть только за него. А дальше теперь стали его уже упрекать тем. Ты и там не ужился. Ты у тебя характер такой. А там его братья этим не упрекали. У него еще биография не была написана. За вами ваша биография пойдет. А за мной моя идет биография. Меня жгут они со всех сторон. Мои книги исследуют там и Дворкин, и Впочаева, и миссионеры. Какие называются? Центрские отделы в разных епархиях. За 14 лет они могли мне представить? Нет. Они бы объявили меня еретиком? Нет. А патриарх Алексей спрашивал наш епископ, поехал тут, патриарши-то. И он спросил, а какие отношения с Игнатием Лапкиным у вас? Я говорю, он так спросил, да. Он знает. Ну и что, когда я сказал, очень хорошее. А потом был другой, он сейчас в Липецке, Максим. Он долго против нас был. А в конце приехал по Теряевку. Надо работать. Нигде не было полное крещение. Сейчас везде строят купели. Строят. Не хотели благовестнические курсы где-то. И вдруг сейчас там, 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 везде начинают. И ко мне звонят, обращаются. А нам сказали, что это мы от вас получили, от меня. Я говорю, вы ничего не получили. Дух Святой побудил вашего настоятеля. А он был против. Он воевал. А теперь упал, пришел, вот здесь вот сидит и плачет. Что я делал? Я говорю, зачем ты говорил? Что у нас нет Богородицы. Ну, не признаем. А чтоб к вам люди не ходили. А теперь его посадили. А я ему передачки ношу. Отец Владимир Суртаев из села Ткытманово. Все. Дверь захлопнулась. А я пошел к прокурору в края ходатайствую. Пошел к епископу, чтобы сняли обвинение от него. И ему скостили много. Он вернулся и стал к нам ходить. И все рассказал, как было. Так что это все проходит. Ветрянка. Так называем. Но раз мы увидели много здесь не такого. И вы понимаете, что не так. Вам ближе всего Александр Глебович Невзоров. Он много видит нехорошего в церкви. Но вас туда не потянет. Ажесточен. Это совсем другая история. Да, я говорю другая история. Вам это не надо. Он совсем другой человек. Ближе всего к православию баптисты. Баптисты. Самые близкие. Они только... К православию. К Евангелию, да? Они только вышли. Ближе к Евангелию. Но пока с ними не разговаривают. Начинаешь говорить. Они, во-первых, что святотатцы. Святотатцы. Это смертный грех. Откуда знаете?